Приветствую! Как получить новый военно-учетный документ, находясь за границей? И вообще, такое возможно? Отвечая на второй вопрос, скажу однозначно. Да, такое возможно. И этот ответ основан не на знании постановления 559, закона о мобилизации и другого законодательства Украины. Нет. Этот ответ основан на практике. На практике, которую я проходил вместе со своими клиентами. И сегодня я вам расскажу о двух способах формирования военно-учетного документа, пребывая за границей, не приезжая в Украину. И, естественно, расскажу о том, что делать, если каждый из этих способов не привел к желаемому результату. Как в любом случае получить военно-учетный документ. И здесь кто-то может спросить, Олег, ну зачем мне новый ввод, если я нахожусь за границей? Ответ прост. Хотите получить консульские услуги? Нужно наличие нового военно-учетного документа. Если вы хотите получить нотариальные услуги в консульстве, например, доверенность заверить, нужен ввод. Если вы хотите получить паспорт гражданина Украины для выезда за границу, пребывая за границей, вот я имею ввиду тот самый загранпаспорт, который мы получаем в ДП документ, тоже нужен новый ввод. И, естественно, если человек пребывает за границей, у него есть право на отсрочку, он хочет приехать в Украину, повидать родных, например, и так далее. Или бизнес у него какой-то, но он не хочет ехать в Украину без оформленной отсрочки. А чтобы ее оформить, ему тоже нужен новый ввод. И вот для этих всех моментов обязательно наличие нового военно-учетного документа. Итак, как его можно получить? Способ номер один, он банален, прост и на поверхности. Установить резерв плюс. Кто-то скажет, Олег, ну зачем ты это говоришь? Это же так понятно. Да, это всем понятно, но не все это делают. И у меня до сих пор есть клиенты, которые звонят, говорят, а как вообще получить ввод за границей? Когда спрашиваешь, а ты резерв пробовал? Нет, не пробовал. И, соответственно, первый способ это установить в резерв. В резерве плюс, чтобы получить новый ввод, нужно сделать следующее. Понятно, вы устанавливаете, авторизуетесь через Bank ID. Дальше, вот здесь, где ваше имя, есть такой раздел «Три точки». Нажимаем туда и открывается меню, где вы можете выбрать «Сохранить как PDF». Соответственно, вы выбираете это меню, у вас будет формироваться электронный военно-учетный документ, который выглядит вот таким образом. И, что самое главное, подчеркиваю, этот электронный военно-учетный документ, он имеет такую же юридическую силу, как и бумажный военно-учетный документ. Как военный билет, как временное удостоверение военно-обязанного, юридическая сила у них одинакова. И это прямо прописано в постановлении 559. Я понимаю, кто-то сейчас говорит, Олег, так, а если меня в абориге нет? Друзья, об этом чуть-чуть попозже, а сейчас мы переходим ко второму способу. Второй способ, он еще более прост. Он не предполагает установки резерв плюс, он предполагает лишь наличие электронной цифровой подписи у вас. С этой электронной цифровой подписью мы с вами идем на портал ДИЯ. И что мы там будем делать? А делать мы будем там следующее. Ну а перед тем, как продолжить, хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал. Там не только есть новости мобилизации, но и масса полезной информации. Например, перечень документов, которые необходимы для получения отсрочки. Образец заявления для получения отсрочки. И образцы других документов, которые вам необходимы на сегодняшний день. Все это вы можете получить совершенно бесплатно. Также я там стараюсь отвечать на ваши вопросы в комментариях. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к этому ролику. Ну а теперь продолжим. На портале ДИЯ мы выбираем вот здесь каталог услуг. Здесь выбираем вот этот раздел громадянам довидкой та вытягой. Кликнули сюда. И мотаем в самый низ. И находим вот здесь висково-обликовый документ. Кликнули. И, собственно говоря, все. Нужно по даты заяву. Ну а для этого он предложит вам авторизоваться с BankID или через DUPITPAS, или через вашу электронную подпись, через файловый ключ. Сделав это, вы в ответ на подачу заявки получите письмо на почту с уведомлением. И также здесь на портале ДИЯ вы сможете посмотреть, есть ли у вас новый военно-учетный документ. При этом хочу обратить ваше внимание, что так работает система, что вы можете через ДИЯ сформировать военно-учетный документ только если вы есть в Абериге. При этом кто-то скажет, ну вот я пробовал через резерв. Стоит ли мне пробовать через ДИЯ? Да, стоит. И у меня есть клиенты, и их около двух десятков. Это те люди, которые именно отписались мне и вот сказали, что Олег, вот такая ситуация. А ситуация простая. В резерве они не могли сформировать PDF, он их не находил, он писал, что они не на учете. Но когда они попробовали сформировать вот через ДИЯ, у них это получилось. Ну, это показатель чего? Показатель того, что резерв плюс работает не идеально. И если у вас та же самая ситуация, все равно попробуйте сформировать через ДИЯ. Но, конечно же, конечно же, остается один вопрос. А что если здесь не получилось? Потому что мы понимаем, что через ДИЯ можно сформировать вот только в том случае, если человек внесен в Абериг. А что делать, если не получилось, если человек не был внесен в Абериг? А здесь придется вам обращаться в ТЦК и ЕСП. И я не имею в виду ехать в ТЦК и ЕСП. Я имею в виду письменно к ним обращаться. При этом хочу обратить ваше внимание, что то, о чем я говорю, это не моя какая-то фантазия. У нас уже есть первый позитивный результат. Человек оказался именно в такой ситуации. За границей. У него есть только темчасовое посвящение вискового зубовьязанного. Нет возможности никак. Проверил и через резерв плюс, и через ДИЯ. Невозможно было сгенерировать военник. Не на облику. Явись в ТЦК, уточнить данные. Вот такая запись была. Что он сделал? Он к нам обратился. Написали письмо. Причем мы обговаривали тот факт, что это новое. Не знаем, сработает, не сработает. Сработало. Написали письмо. Отправил он в ТЦК. Причем он самостоятельно отправлял. Обычной почтой из-за границы. Письмо, приложив копии военно-учетного документа. Мы все в соответствии с законодательством наше обращение составили. И вот прождав почти месяц, он появился в Абрии. Он появился в Абрии. И человек смог сформировать свой военно-учетный документ. То есть вот как он проверил. Он периодически заходил в резерв и жал там обновить информацию. И в какой-то момент, бац, и есть запись в Абрии. Поэтому, если вдруг у вас не через резерв плюс, не через ДИЮ не получилось сформировать ввод, обращайтесь письменно в тот ТЦК, где вы пребываете на учете. Прикладывайте свой военно-учетный документ и отправляйте в ТЦК обычной почтой. По возможности попросите, чтобы это было не простое письмо, а письмо, которое вручается под подпись. Друзья, ну что, пользуйтесь. И я вам хочу пожелать в этом удачи. Если вы считаете, что данное видео было вам полезным, поставьте ему лайк. Подпишитесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в свой Telegram канал. Ссылочка на него, напомню, есть в описании к данному ролику. И традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.